Видео подготовлено с сайтом online.dz.net. Здравствуйте! Решим задание 474. Нам нужно выяснить, какие числа можно поставить вместо звездочек. И нужно постараться найти разные варианты. И пункт А. 1 восьмая плюс дробь, в которой числитель 1, а знаменатель нам неизвестен. И тогда получаем в числителе звездочка плюс звездочка, то есть неизвестно, что складываем, и в знаменателе 40. То есть понятно, что у нас было сложение чисел с разными знаменателями, и в итоге мы к общему знаменателю привели к знаменателю, который равен 40. Это могла быть дробь 1 сороковая, то есть 1 восьмую складывали с 1 сороковой. Общий знаменатель здесь действительно 40, и чтобы 1 восьмую перевести к знаменателю 40, нужно ее домножить на 5. А числитель тоже домножается, значит, в числителе первой дроби 5, а второй единица так и остается. Также 1 восьмую могли складывать с 1 пятой. Здесь общий знаменатель также будет 40, потому что 40 делится и на 8, и на 5. Здесь 5, а здесь 8. То есть 5 плюс 8 будет в числителе тогда. Также 1 восьмую могли складывать с 1 двадцатой. Общий знаменатель здесь будет также 40. Причем 1 двадцатую нужно домножить на 2, а 1 восьмую – на 5. То есть числитель будет 5 плюс 2. И если мы 1 восьмую и 1 десятую будем складывать, то тоже общий знаменатель, причем наименьший такой знаменатель, который делится на 8 на 10, тоже будет 40. Здесь дополнительный множитель 5, а здесь 4. Поэтому в числителе будет 5 плюс 4. Пункт В. Давайте посмотрим. 1 девятая плюс 1 звездочка равняется звездочкой плюс звездочка и 18. 1 девятую могли складывать с 1 восемнадцатой. Общий знаменатель тогда 18. Здесь дополнительный множитель 2. Значит, числитель 2 плюс 1 будет. 1 девятую могли сложить с 1 второй. И действительно, знаменатель общий будет 18. Здесь 2 дополнительные множители, здесь 9. Значит, числитель будет 2 плюс 9. Ну и все. 18 делится только на 9, на 2 и на 18. Ну и все, варианты мы здесь перебрали. Но вот у числа 40 было много разных делителей, и поэтому много вариантов, какие дроби мы могли складывать. В пункте В всего лишь 2 варианта. 1 девятая плюс 1 звездочка равняется звездочка плюс звездочка и в знаменателе 33. Ну, во-первых, 1 девятую могли складывать с 1 тридцать третий. Общий знаменатель 33, только 1 девятую нужно домножить на 3. 1 на 3 будет 3 плюс 1, получается, в числителе. 1 одиннадцатую могли складывать с 1 третий. Здесь 3 дополнительный множитель, здесь 11. Получаем 3 плюс 11 в числителе и в знаменателе 33. 33 делится только на 3, на 11 и на 33. Поэтому мы все варианты тоже тут рассмотрели. Пункт Г. 1 пятнадцатая плюс 1 звездочка в знаменателе равняется звездочка плюс звездочка в числителе 30 в знаменателе. Общий знаменатель 30. 1 пятнадцатую можно было складывать с 1 тридцатой, чтобы к общему знаменателю 30 привести. Здесь 2 дополнительный множитель, здесь во второй дроби его нет. То есть числитель останется без изменений, а первый числитель станет двойкой плюс 1. 1 пятнадцатую могли складывать с 1 второй. Тогда общий знаменатель здесь будет тоже 30. Дополнительный множитель здесь 15, поэтому в числителе 2 плюс 15. 1 пятнадцатую могли складывать с 1 шестой. И общий знаменатель здесь также будет 30. Здесь будет 2 дополнительный множитель, здесь 5. 2 плюс 5 будет в числителе. 1 пятнадцатую могли складывать с 1 десятой. Тоже общий знаменатель 30. Здесь дополнительный множитель 3, здесь 2, то есть 2 плюс 3. Ну и, наверное, все варианты мы здесь рассмотрели. И выполнили задание 474. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.